Йоу, друзья, всем привет! С вами Коча. Срочное включение. Совсем недавно мне мой подписчик из Смоленской области скинул очень интересный видеоролик. В Смоленске есть такая деревня, Княжие. И рядом с этой деревней находится лес. И как мне мой подписчик заявил, ранее в этом лесу что-то было захоронено, что-то закопано. Но 25 января туда приезжает спасательная группа Сальвар вместе с Василевичем. И начинают там что-то раскапывать. Ну, как заявляют некоторые свидетели, которые там проходили. Заметьте, 25 января. Потом 29 января находят уже в Демидовском лесу предполагаемые останки Влада Бахова. Чтобы вы понимали, от деревни Княжие до Демидовского леса ехать плюс-минус час на машине. Как-то, знаете, это все подозрительно. Ведь ранее, я хочу заметить, спасатели, которые участвовали в поисках Влада Бахова, заявляли, что они проходили эту самую местность. И ни на какие останки они не натыкались. И тут 25 января сальваровцы что-то находят. В это дело как раз-таки уже вмешивается Следственный комитет Москвы. И потом, бац, 29 января находят уже предполагаемые останки Влада Бахова. Все это очень подозрительно. Родители Влада Бахова уже знают про вот этот случай. И полиция уже занимается тем, что же там действительно такое раскапывали сальваровцы. И давайте я вам сейчас продемонстрирую данный видеоролик. И, конечно же, в целях безопасности данного человека, который мне скинул этот ролик, я специально изменил его голос. Я не знаю, как это объяснить, я не знаю, как это вообще расценивать, но был такой факт. 25 января 2020 года в сальвару поступил звонок о том, что в одной из деревень, ну, на приличном расстоянии, нашли в лесу Морелки. Сальвар приехал и раскопал самовольно, без полиции, без каких-то предупреждений, разговоров. 25 числа здесь был сальвар, самовольно раскопал вот на таком расстоянии. И дальше копать не стал. Развернулся в уеху. Тут была конкретная могила. Вот, как рассказывают жители местные. Пахло здесь очень далеко. Пахло очень сильно. То есть, скорее всего, захоронение было неглубоким. И здесь был холм. Этот холм был метр два на метр. Вот здесь даже видно, что аккуратненько была земля. Вот это бугры. Это от того, что был ананасы. Вот, как я покажу, это остатки от нас, которая была. Это не то, что накопали вот эту вот землю, накидали. А здесь была, вот она была вот такая. Вот видите, холмик такой. Этот холмик был вот тут. Вот так они и копали. Вот так они и копали посередине. Накопали две какие-то косточки. Сейчас их костей нет. Вот смотрите, там было в перемешку. И глина, и земля, и листья были, и ветки были. Там была сухая листья. Посередине вот этого, там, что они накопали, вот этой ямке, были листья. Такие еще свежие, свежие листья, которые, которые было видно, что они не перепрели, не перегнили. Они там под землей, я копать не буду. Насыпать как-то не хочется, потому что все-таки есть подозрение, что там лежит человек. Копать до конца они не рискнули. Они раскопали, как попало, бросили и уехали. Но у жителей деревни стойкое понимание, что здесь кто-то лежит. Кто-то ходит, какие-то охотники, глистят. И лошадь. Здесь очень много очень кабанов, но это раскопали не кабаны. Если вам так показать, копали, простите, ради бога, вот копали лопатой. сначала рубили сначала землю топором, потому что не было лопаты. Но потом начали копать. Поехали за лопатой, съездили и копали. Ой, лопатой топор копали. Как вот объяснить такой факт, что Сальвару дали сигнал о том, что есть захоронение и почему Сальвар не отрапортовал это в полицию, не согласовал, самостоятельно принял на себя такое решение и принялся раскапывать, унижая все улики вокруг, принялся раскапывать могилу. То есть тут видно было, что вот была крыла, листва, а тут ничего не было. Тут ничего нет. Голая земля. Там был насыпь. Вот они посередине все копали. Вот видите, вот здесь голая земля, а там листики. Откапывали они как-то, откапывали вокруг, чтобы накидать холмик. Холмик был аккуратный, то есть жители видели сначала, нашли сначала холмик, пахло очень далеко, очень далеко они ходили и понимали, что тут воняет просто невозможно. Сказали, что так не пахнут животные убитые. Воняло очень далеко и потом они наткнулись здесь на вот этот холмик. Могильный холмик, не не горочка, а могильный холм прямоугольный был. Через какое-то время, когда они пришли сюда, прошло же время, была ямочка такая, ну ямочка провал был, земля провалилась, ну как на могилах бывает, сколько времени прошло, земля провалилась. Через сколько провалилась земля? Земля провалилась через сколько? А когда вы ее увидели? В мае? В общем, 5-го, в мае они нашли этот самый холмик, он был свежий. В мае они нашли вот эту могилу в мае, ничего как-то не говорили, они не знали про Влада, они как-то особо не были в курсе, тем более здесь часа полтора езды, ну больше часа. Кому они скажут, где они кому поделятся, ну как-то не думали, что будет так. Ушел наверное ребенок, как-то особенно не полагали люди, что там убийство или какой-то несчастный случай, ну думали, что может ушел, придет, найдется. Вот и потом, когда они пришли сюда раскапывать ее, когда они дозвонили все-таки до Василевича, 25 января они приехали сюда с Василевичем и могилка была консервшая. Угрока этого не было, с одной стороны была ямка, ну не ямочка, ну провал такой был. И вот видно, что копали, там земля была в перемешку. И глина, и земля, и листья, и корни, все было в перемешку. Тут нет таких холмов, нигде. Нет никаких холмов, было именно здесь, и вот она дорога тут же. То есть прямо рядышком. Вот они прошли, тут скорее вот это все дерево упало недавно. Вот они наверное курили. Приезжала девушка, парень, или два парня по-моему, Василевич и девушка. Я не знаю, кто может быть, его жена. Ости что-то мы не нашли, но они их откинули. Они сразу сверху начали копать, нашли две кости чистых таких костей. Я не думаю, что из-за двух костей кто-то сюда приезжал и копал в лесу именно захоронение делал. Почему в лесу? Если у кого-то кто-то пропал, нашли кости человека погибшего, допустим, ну поехали бы на кладбище, заказали бы себе место и там бы похоронили. И вот эти две кости лежали крупные. Она показывала костям, что-то не сплак. Она искала, потом после этого проверяла по интернету проверяла, чьи это могут быть кости. Она изучала животных кости в интернете и она сказала, что это не животного кости. Я не знаю, например, я не специалист, она же ее видела, но они ее куда-то откинули. Вот ее не видно, так же мы не будем. Кость, говорит, прижала, они прям откинули, отшелнули ее, не посчитали нужным рассмотреть этот вопрос. Никому ничего не сказали, никого не предупредили, милицию не сообщили, либо милиции нашей ничего не надо, полиции. Вот такой вот факт я считаю просто ужасным. Так нельзя, кто-то людей своих теряет, ищет, ждет, а люди вот так вот похоронены, и никто не знает, кто тут. Это была конкретная могила. Прямо между деревьями. Вот этого дерева, наверное, не было, оно не лежало, наверное. Вот этого дерева не было. А вот эти сигареты, это они, наверное, потеряли? Рычки, это я курил. А это ты курил? Боицы, вы курил. Я думал, это они курил. А то я уже сейчас в ликте собрался отсыграть. Так, а куда он примерно откидывал? Куда он откидывал примерно ости? Ты говорил, он куда-то кинул? Куда? Не надо ее туда, туда не надо ее на покойник. Я думаю, что все-таки там что-то есть. Получается, вот прям дорога. Вот они вот сюда подошли. Тут совсем вот рядом от дороги. Видно, подтащили, может, не было вот этого дерева лежащего, оно только недавно упало. Вчера же, видишь, это был такой, что у нас свет отбудило, может быть, он даже, не знаю, не знаю. Ну, короче, тут совсем прям вот. Говорит, дерева не было. Прямо вот. Да, вот она, прям тут дорожка. Я же пошла от дорожки совсем чуть-чуть. Так, никаких там неудобно, там неудобно, а вот тут прям вот ровненько-аккуратненько. Зашли, зашли, и вот. Братья и сестры, ну а что лично вы думаете, связано ли это с Владом или же нет? Просто уж очень много совпадений. Обязательно пишите ваши мысли в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну а с вами был Коча ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Инстаграм, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о самых новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик, пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался и YouTube. Всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok